Я с удовольствием приглашаю Далли и предоставляю слово профессору Кристоферу Люну, который расскажет нам о современной концепции глукомы, прогрессировании глукомы, в разработке которой он принимал непосредственное участие. Hello, Lynn, how are you? Please? Спасибо большое, Наталья. Я извиняюсь, конечно же, за то, что я не мог персонально, лично участвовать в вашем мероприятии, потому что текущая ситуация в Гонконге очень неблагоприятная, очень сильное давление, и мы, собственно, в Китайском университете в Гонконге. И у нас на самом деле очень много препятствий возникло для того, чтобы я смог к вам приехать лично. Я надеюсь, тем не менее, моя презентация будет интересной, и я надеюсь, что вы поймете все то, что я захочу вам рассказать, то есть текущая концепция в диагностике глукомы с использованием ОКТ. У нас есть различное оборудование для ОКТ, а также мы используем множество параметров, то есть мы измеряем множество параметров. У нас на бане ОКТ иногда мы теряемся по поводу того, какой же параметр определять при мониторинге глукомы. Мы можем измерять СНВС, гонглиозные клетки в плексифорном слой и другие параметры. Я не знаю, как много из этих параметров измеряете вы при мониторинге в вашей клинике. Иногда это не так просто, отслеживать все их, эти параметры. Есть множество вариантов ОКТ, технологий, ОКТ, и технологии развиваются постоянно, и иногда ситуация очень непростой бывает. Во Всемирной Ассоциации Глаукомы на последней конференции 2016 года мы согласились, все специалисты по Глаукоме в мире, то есть согласились на том, как диагностировать Глаукома. И это один из консенсусов, которого мы достигли на этом мероприятии. И там, соответственно, говорится о том, что клинический Глаукома ставится на основе выявления стонченного слоя нервных молоконосетчатки и суженного нейроретинального ободка. То есть для диагностики требуется измерять СНВС-толщину и нейроретинальный ободок. На ОКТ, ОКТ дает возможность измерять объективно как раз толщину СНВС и размеры аботка нейроретинального. Мы измеряем толщину СНВС для диагностики Глаукомы на протяжении многих лет. Вот почему в публикациях у нас основной массив данных идет по толщине СНВС как раз для мониторинга Глаукомы. Поэтому я буду говорить как раз об использовании мониторинга этого параметра. Что касается диагноза или диагностики, мы знаем, какие измерения. Нужно делать это как раз измерение аботка нейроретинального и СНВС, потому что было показано важность измерения толщины СНВС в производстве генерации гонглиозных клеток сейчас. вот почему нам требуется всегда измерять также и размеры аботка нейроретинального. Это биомаркер, специфический для диагностики Глаукомы, в то время как толщина слоя СНВС не самый, так сказать, надежный или стабильный маркер в диагностике прогрессирования Глаукомы. И первый вопрос, на который следует ответить. Почему необходимы эти измерения, чтобы мониторировать прогрессирование Глаукомы? Вот я хочу продемонстрировать на примере. Здесь мы отслеживаем пациента с 2007 по 2014 год в течение семи лет. И на протяжении всех этих лет мониторинг ВГД показывает практически нормальные, ну, не более 21, самый высокий показатель, 21 миллиметра. И мы отслеживаем также поля зрения все семь лет. Но когда мы стали измерять толщину СНВС, вот как раз карты, диаграммы толщины СНВС, каждые четыре месяца мы проводили эти измерения на протяжении семилетнего периода наблюдений. И вот если смотреть на эти диаграммы или карты, нарастает интенсивность красного цвета. Анализ ОКТ помогает нам увидеть, что изменение толщины СНВС, и в данном случае мы как раз используем трендовый анализ. И вот эти изменения, собственно, происходили в течение четырех лет без каких-либо изменений полей зрения. То есть только через четыре года стали изменяться, появляться измерения на поле зрения. И вот мы пиксельный анализ используем для... И вот этот пример. Впервые в 2010 году мы увидели прогрессирование изменения плотности пикселей в СНВС. И мы использовали как раз трендовый анализ. И этот анализ помогает нам более ранние изменения увидеть или раньше увидеть изменения по сравнению с анализом GP. Это анализ для более поздних случаев в ГЛУКОМ. Вот здесь серийные ОКТ вы видите. И временные промежутки, временной промежутки, 24 месяца, конечно. Как раз анализ трендовый СНВС позволяет нам увидеть изменение толщины СНВС на 24 месяца раньше, чем анализ событий в плане состояния СНВС. Итак, утончение СНВС с помощью анализа ГПА. Как раз анализ трендовый, ТПА анализ, позволяет увидеть изменение толщины СНВС на 2 года раньше. Этот пример показывает, что использование ТПА и ГПА для истончения слова СНВС позволяет детектировать прогрессивные ГЛУКОМ намного раньше, чем, например, данные изменения полей зрения. Представьте себе, что мы можем вмешаться в то время, когда мы видим изменение толщины СНВС. Сможем ли мы, например, на этот момент предотвратить дальнейшее истончение СНВС? Это означает, что толщину слой нервных волокон сетчаток измерять, мониторировать необходимо. То есть нужно отслеживать структурные изменения в диске зрительного нерва, чтобы измерять или отслеживать своевременное прогрессирование ГЛУКОМ. И вот эти анализы трендовые и анализ ГПА показывают нам следующее. Когда мы видим изменение толщины СНВС, когда мы видим истончение, определяемое с помощью анализа ГПА, то это значит, что на таком глазе увеличивается в несколько раз риск прогрессирования глаукомы. Вы видите более чем восьмикратное увеличение риска. Мы также продемонстрировали, если использовать толщину СНВС для мониторинга прогрессирования глаукомы, мы, собственно, показали, что очень важно мониторировать ГКС внутреннего плексифорного слоя прогрессирования, вот всего комплекса, чтобы своевременно констатировать дальнейшее прогрессирование глаукомы. И оказалось, что наибольшая плотность ганглиозных клеток ретины как раз в макулярной области. И мы измеряли СНВС в перепопулярной области, потому что все ГКС ретины посылают свои аксоны в этом направлении. Вот почему СНВС будет самым толстым именно в перепопулярной области. На этом примере показано, что в некоторых случаях истончение ГКС в районе макулы может быть выявлено до истончения СНВС как раз в области диска зрительного нервного. В данном случае два года прошло до наступления этих изменений. Однако в некоторых случаях мы видим и обратные изменения. Вот здесь истончение СНВС прогрессирует. Прогрессирование слоя ганглиозных клеток за три года. Почему иногда мы видим сначала истончение СНВС, а иногда истончение ганглиозного слоя? Это в основном связано с протоколом сканирования, который мы используем для измерения толщины ГКС. В обычном ОКТ мы измеряем толщину в определенном направлении, в определенной области макулы. Представьте себе, есть дефект в СНВС, и он локализуется в этой области. Использование измерения слоя ГКС как раз позволяет выявить изменения раньше, чем в перепопулярном слое. Почему? Потому что дефекты СНВС имеют определенный кондур. И обычно мы видим расширение дефекта вокруг диска, и это идет в направлении макулы. То есть мы видим более широкие дефекты, которые развиваются в области макулы. И в этой ситуации, конечно, мы наиболее вероятно определим истончение ГКС. помимо перепопулярного СНВС, поскольку чем ближе вы к диску, тем более очевидны измерения размера. Если дефект развивается за пределами вот этого кольца эллипса, и если истончается ГКС, то в таком сценарии происходит истончение СНВС в перепопулярном области. И таким образом мы сможем увидеть все эти изменения. Вот на этом примере, например, мы демонстрируем, что требуется отслеживать СНВС в перепопулярном районе, а также толщину ГКС в макулярной области. И мы должны использовать оба параметра для оценки прогрессирования глакомы. Это основано на том факте, что мы видим дегенерацию ганглиозных клеток сетчатки, и иногда мы определяем это раньше, чем... Вот у нас есть специальная технология, чтобы оценивать аксоны и дендриты. В процессе мониторинга при повреждении ганглиозных клеток сетчатки мы видим потерю дендритов до потери аксонов, как правило. И вот вы видите снова ганглиозные клетки сетчатки при повреждении дискозрительного нерва, при повреждении зрительного нерва. На этом примере вы видите потерю аксона. Вы видите укорочение аксонов, фрагментацию аксона и... Обычно это наступает раньше, чем потеря дендритов. Иногда мы сначала видим потерю дендритов, а потом потерю аксонов. Иногда наоборот. Дегенерация идет по-разному. Вот почему важно, чтобы мы отслеживали СНВС и слой ГКС во внутреннем флексиформе для того, чтобы максимизировать вероятность ранней диагностики прогрессирования глаукомы. Вот здесь модель. Правительные исследования, которые демонстрируют, что истончение СНВС-макулы является преддиктором будущего прогрессирования истончения СНВС в перепопулярной области. И наоборот. Что мы также показали в наших исследованиях? Мы показали, что оба, так сказать, параметра прогнозируют в дальнейшем потерю или изменение полей зрения, ухудшение. Следующий вопрос, который мы себе задали. Поскольку СНВС и ГКС комплекс, оба комплекса важны, мы знаем, что визуализация макулы в перепопулярной области очень важна. Мы спросили себя тогда, а вот анализ анализ СНВС и ГКС позволит ли раньше детектировать прогрессирование глаукомы? Я широкопольную визуализацию показывал вам раньше использование этой техники широкопольной, где визуализация 6х6 макулы, диска, то есть это трехмерная визуализация. Нам требуются разные технологии для визуализации этих двух областей. А затем мы используем СВЭП ОКТ с перестраиваемым источником. Это позволяет уже сканировать более крупные площадки 12х9 мм. Это радиальный скан уже. То есть и макулу мы можем видеть на одном и том же скане и перепопулярную область. И другое преимущество вот этого СВЭП ОКТ с перестраиваемым источником, он позволяет увидеть СНВС и ламину в очень высоком разрешении. Это преимущество над спектральным ОКТ, где отношение сигнала к шуму зависит от глубины сканировки. Что это означает? Это означает, когда мы визуализируем СНВС, мы имеем хорошее разрешение СНВС, но ламину мы уже не видим из-за неблагоприятного соотношения сигнал-шум. Вот это основное недостаток спектрального ОКТ. Нам более глубокое видение понадобилось или визуализация. Потому что мы хотели увидеть и ламину, и слой хороиды. И как раз именно САСВЭП ОКТ мы можем видеть и ламину, и хороидальный слой. И вот здесь соотношение сигнал-шума улучшенное получается. Поэтому мы видим СНВС, хороиду и ламину. То есть это преимущество как раз соотношение сигнала к шуму. В САСВЭП ОКТ мы провели исследование трехлетнее, проспективное, чтобы ответить на вопрос. Такое. Вот если мы видим истончение прогрессированное СНВС и ГКС, и вот как раз диагностируемость с помощью ОКТ, истончение вот этих двух пар, истончение СНВС и ГКС, даст нам преимущество по сравнению с оценкой поля зрения. Итак, мы использовали как раз ОКТ, и одновременно оценивали поля зрения, и отмечали прогрессирование на основании оценок этих трех параметров. И что мы увидели? Мы увидели очень интересные данные. Когда мы комбинировали ГКС и СНВС оценку, то мы смогли увидеть прогрессирование на большем числе глаз, то есть прогрессирующие истончение СНВС и ГКС по сравнению с тем, когда мы использовали по отдельности СНВС или ГКС, ганглиозные клетки или слой нервных волокон свеча. И вот здесь как раз на слайде продемонстрировано, что мы при использовании одновременно двух параметров мы выявили прогрессирование на плюс 35 глазах. И здесь вы видите как раз показаны глаза с прогрессированием, с истончением ГКС и СНВС. И здесь есть, конечно, разница в изменении поля зрения при прогрессировании и истончении только от ГКС или только СНВС. То есть нам удалось увидеть прогрессирование на большем числе глаз при использовании двух параметров одновременно. И истончение ГКС позволило... Кстати, истончение ГКС мы увидели раньше, чем истончение СНВС. Вот здесь я показываю как раз такой пример, чтобы продемонстрировать, что мы можем увидеть эти изменения раньше. И вот другие примеры, показывающие такие же тенденции. Когда мы одновременно оценивали ГКС и СНВС как биомаркер прогрессирования глаукомы, это позволяло нам диагностировать как раз раньше вот эти неблагоприятные изменения по сравнению с изолированным выявлением истончения СНВС или ГКС. И вот здесь вы видите как раз индикатор того, как быстро истончается СНВС или ГКС. На этом примере показаны изменения полей зрения. И на первом примере я показал вам скорость изменений, скорость истончения на картах СНВС и ГКС с нарастанием интенсивности красного. Это означает более ускоренные истончения СНВС и ГКС. И вы видите дефекты внизу, дугообразные. Это как раз в области ФВ, дугообразные волокна, которые быстрее истончаются. Более высокая интенсивность красный. И опять аркуатные, вот эти вот дугообразные волокна, они в первую очередь теряются и истончаются. Это объясняет, почему изменяется поле зрения именно на этом глазу. Потому что на этом глазу большая скорость истончения, простите. Это не всегда, конечно, связано с такой же скоростью потери полей зрения. И вот здесь на самом деле трехлетний период наблюдения мы используем их. Глаза, где быстрее истончаются оба слоя. Они под большим риском потери полей зрения, уничтожения полей зрения. Вот, чтобы сравнить эти два случая. Я сравниваю эти два случая, чтобы вы увидели и поняли, что если у вас большая скорость истончения ганглезных клеток и слоя нервных волокон, то глаз, соответственно, находится под большим риском потери полей зрения. И ключевые моменты, вот как интеграция макулы и перепопулярной области очень важны в мониторинге. Вот почему широкопольная визуализация весьма релевантна в использовании оценки прогрессирования глаукома. Мы оцениваем макулу и перепопулярную область. Это очень важно. Собственно, одновременное отслеживание двух параметров, СНВС и ГКС, очень важно. Мы показали, если вы одновременно отслеживаете оба слоя, то у вас есть возможность раньше выявить дальнейшее прогрессирование, а также выявить раньше вообще наступление каких-либо изменений при оценке двух параметров. чем при использовании каждого по отдельности. Я показала вам два примера, где показано, что прогрессивное истончение СНВС и ГКС и одновременное истончение двух слоев, они являются предикторами уменьшения изменения неблагоприятного поля зрения будущего. Поэтому нам требуется оценивать структурные изменения, потерю ГКС и СНВС. И мы понимаем, что эти изменения мы видим раньше, чем изменения полей зрения. И в таком случае мы можем раньше вмешаться, когда мы видим прогрессирование на основании этих структурных изменений, и таким образом сохранить функцию зрения у наших пациентов. Спасибо большое за ваше внимание. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, спасибо большое, Крис, за очень интересное сообщение. Мы все поняли, что современная концепция оценки прогрессирования заключается в том, что надо одновременно оценивать и макулу ганглиозной клетки, внутренний плексифорумный слой, и слой нервных волокон при папиллярной сетчатке, желательно одновременно при широкопольном сканировании. Вот в чем суть современного консенсуса. Я хотела уточнить для докторов, у нас же речь идет о ранней диагностике, а с другой стороны об оценке прогрессирования как можно раньше. Как, по вашему мнению, это одно и то же, одни и те же показатели мы должны использовать с этой целью? Вы оцениваете одновременно ГКС и СНБС для мониторинга прогресса? БМО мы стали использовать три года назад. Мы тоже можем в клинике отслеживать такой параметр. Очень важно использовать этот параметр для ранней диагностики глаукомы. Потому что потеря чего-то – очень важный параметр для диагностики глаукомы. Для мониторинга имеется в виду сужение ободка для ранней диагностики. И, извините, отслеживание СНБС нужно, возможно, следует одновременно отслеживать изменения ободка с его сужением. И только сопоставление поможет нам понять, насколько уместно отслеживание размеров ободка в мониторинге. Насколько, так сказать, это может быть использовано в дальнейшем, помимо отслеживания СНБС, источения СНБС и ГКС. Спасибо большое. Если я правильно поняла, то для ранней диагностики предпочтительнее обращать внимание, по вашему мнению, на размеры ободка. Речь идет о специальной технологии, где мы оцениваем по открытию мембраны бруха, оцениваем самое узкое место в невральном ободке. А для оценки прогрессирования мониторинга мы уже обращаем внимание на слой нервных волокон и на ганглиозные клетки. Я здесь просто прокомментирую, что не всегда, не на всех томографах у нас есть возможность применять вот эту технологию оценки самого узкого места в невральном ободке. Но тогда еще один вопрос, позвольте я задам, Крис, вам. Мы же все хотим исследовать, какие методы лечения лучше применять. И вот для оценки эффективности лечения, того же нейропротекторного лечения, какие лучше параметры использовать? Опять-таки замечательный вопрос. В клиноисследованиях достаточно часто, что мы видим в публикациях, что поля зрения и их изменения остаются первичной и конечной точкой во многих клиноисследованиях. Но я верю, я полагаю и верю, что как раз УКТ-данные СНВС, а также ГКС во внутреннем плексифорном слое следует считать лучшими конечными точками в оценке эффективности нейропротективного лечения у пациентов с глаукомой, поскольку мы можем увидеть изменения намного раньше по сравнению с изменениями в полях зрения. И я полагаю, что в будущем мы увидим новые клинические исследования, где как раз будут использовать УКТ-параметры в качестве конечных точек. Конечно, использование полей зрения в качестве конечных точек тоже очень важно, но на самом деле теперь технологии позволяют использовать УКТ для более раннего выявления изменений, а это позволит нам или даст возможность проводить клинические исследования в более короткие промежутки времени и на меньшей выборке пациентов. Большое спасибо за очень понятный исчерпывающий ответ, Крис. Спасибо за вашу прекрасную презентацию. Нам очень жаль, что вы не смогли приехать. Все это решилось вот буквально недавно. Но мы надеемся, что в будущем вы посетите наш прекрасный город и до встречи с вами. Спасибо, всего вам доброго. Спасибо, доктор Лён. Спасибо.